Чудес не бывает, и панацеи еще никто не изобрел, и в изучении языка тоже. Язык, конечно же, требует времени, но самое разумное, если вы хотите, чтобы ребенок осваивал язык, по возможности поместить его в среду, близкую к естественной. Что это значит? Ну, во-первых, он должен смотреть любимые мультики и другие всякие интересные ему фильмы на языке с субтитрами, потому что он будет тогда привыкать к звучанию слов, и потихонечку он начнет понимать то, что там говорится, без субтитров уже. Опять-таки, не надо думать, что это даст немедленный эффект, но это даст эффект, если этим заниматься регулярно. По возможности родители должны стараться снимать негативные вещи, которые могут быть связаны с плохим учителем. Плохой учитель – это учитель, который начинает загибать пальцы, когда ребенок делает ошибки, ребенок забывает про то, что он хотел сказать, и начинает сосредотачиваться на том, как бы не сделать ошибку. Вот мы все жертвы такого обучения. Ну, про себя скажу меньше, мне повезло, потому что я училась в одной из первых английских спецшкол, и у меня была чудесная учительница. Вот, во всяком случае, в старших классах точно я ей очень благодарна. Вот, но далеко не всем так повезло, и то, что я видела потом, вот, к сожалению, меня убедила вот в инъязе, когда я училась, вот там из меня почти сделали инвалида. То есть ошибка-боязнь там была страшная, боюсь, что она сохранилась до сих пор. Вот. Еще одна вещь, про которую родители должны помнить. Наши учителя, особенно плохие учителя, почему-то одержимы тем, чтобы у ребенка было идеальное произношение. Это, конечно, неплохо, кто спорит, да? Но если его нет, то ничего страшного не происходит, потому что почти во всех странах англоговорящих есть огромное количество мигрантов, которые продолжают говорить с акцентом, несмотря на то, что они уже годами живут в этой стране, да? Никого это не смущает. Все научились понимать разные акценты, поэтому, ну, если ребенок не сразу освоил произношение, а многие дети, начиная учить язык, они же и по-русски плохо говорят еще там. Кто-то шепелявит, кто-то букву «Р» не произносит. Ну, рано или поздно они, в конце концов, научатся, правда, ну, может быть, с помощью логопеда, если это нужно почему-то, если это действительно серьезный какой-то недостаток. Но также точно и в иностранном языке не надо по этому поводу переживать, это придет постепенно, это просто надо проявить какое-то терпение. Субтитры создавал DimaTorzok